И вновь аншлаг. В бельгийском Антверпене с большим успехом прошел концерт молодого столичного театра Астана-Опера. Казахстанские артисты представили вниманию европейской публике галоконцерт The Best of Opera. Симфонический оркестр, камерный хор, ведущие и солисты Астана-Оперы на сцене знаменитого Антверпенского театра штат Шоубург покорили сердца бельгийцев. Последняя репетиция, небольшая пресс-конференция до выступления. После оглушительного успеха в залах Корнеги Холл и опера Бастилия, волнения артистов на бельгийской земле понятны. Здесь совсем другой зритель. Поэтому и программа в корне отличается от предыдущих, лучшей из оперы. Программа тоже очень насыщенная, интересная. Мы представим ряд очень крупных произведений здесь. Для того, чтобы слушатель, который придет, увидел уровень нашего театра, насколько наши коллективы, особенно хор и симфонический оркестр. И я думаю, что выступление Астана-Оперы здесь будет иметь очень большое значение. Для того, чтобы бельгийцы, фламандцы в данном случае в большей степени, узнали Казахстан с новой стороны. Реакция собравшихся в этот вечер в престижном бельгийском зале стат Шоубург не заставила себя долго ждать. Как только вниманию изысканной публики был представлен казахский кюй Кудаша Думан, выдающегося композитора Ерки Галер Ахмадеева, и сцена из оперы Абай Тойбастар, великих Ахмеда Жубанова и Латифа Хамеди, зал взорвался первыми аплодисментами. Я уже был впечатлен выступлением Астаны-Оперы, когда две недели назад был в вашей столице. И сегодня я очень счастлив встретиться с великолепными исполнителями вновь, уже здесь, в Бельгии. Я думаю, что тот радужный прием, который казахстанцы получили здесь в Антверпен, мне доказалось, что мастерство покорило и бельгийцев, и местный бомонд. Это очень хорошо. Потому что я вспоминаю наш оркестр, который турмангазы, он не уступал мировому стандарту. Я думаю, что Астана-Оперы начинает свой путь. Знаменитую сцену Триумфа из оперы Верди Аида артисты Астана-Оперы исполняли на зарубежных подмостках впервые. Но и она, и другие отрывки из опер Верди Сен-Санса и Пучини прозвучали, по словам музыкальных критиков и бельгийского бомонда, безупречно и великолепно. Кюй Толгал, казахстанского композитора Тулегена Мухамеджанова, для Дамбры, Кубыза и оркестры под управлением Абзала Мухеддинова особенно впечатлил ценителей народной музыки. На мой взгляд, звучание казахских народных инструментов стало очень высокой нотой концерта. Это настоящий бриллиант, великолепно, чудесно. Европейские залы, в которых мы даем концерты, они огромные. Мы, честно говоря, боялись, что они будут полупустыми, ведь нас никто не знает. К счастью, все билеты проданы, и концерты проходят на ура просто. Вот ощущение такой, на самом деле, снова гордости, могу сказать, за Казахстан, что они на таком высоком уровне представили программу. Микс казахской, русско-европейской музыки от казахстанских исполнителей подарил зрителям встречу с фрагментами из опер Мукана Тулебаева «Баржан Цара», а также Ромео и Джульетта Гуна, Бориса Годунова-Мусоргского. Высокое мастерство артистов Астана-оперы и творческое наследие казахского народа не оставили равнодушным зал. Прежде всего, хотела бы отдать должное дирижеру, как он держит оркестр, какой он сыгранный, какой мощный, прекрасный солист совершенно. И еще отдельный комплимент, потому что очень хорошо подобран репертуар. Когда виртуозы симфонического оркестра и хора исполнили технически сложную сцену из оперы «Князь Игорь Бородина», зал уже аплодировал стоя. Крики «Браво» и благодарность европейской публике стали самой лучшей наградой для наших артистов. Сцену из Травиаты-Верди солисты все вместе уже исполняли на бис.